Мне 56 лет, зовут Наталья, пришла недавно в православную церковь, слушала проповедь об исповеди Марии Египетской. Вы говорите и призываете людей, стоящих на очередь на исповедь, это Наталья пишет, не отнимать время у батюшки, у себя есть нет смертных грехов, просто брать благословение на причастие и все. Мой вопрос. У меня на душе страшный грех, аборт, родила двоих. Я исповедовалась, на меня освящение положило эпитемию на 40 дней, читать покаянные каноны. Аборт, это же смертный грех, ну да. Как быть, все время на исповеди об этом говорить или можно брать благословение на причастие? Значит, Наталья, смотрите. Вообще, эпитемия за аборт, 15 лет получают причастие, 15 лет. Это добровольное убийство. Поэтому, как правило, кстати, я наблюдал этот вопрос уже неоднократно в госпитальной практике, женщина, сделавшая аборт, очень долго не приходит на причастие, а потом по прошествии многих-многих лет приходят, спрашиваешь, а сколько прошло времени с последнего аборта у вас? И они говорят, допустим, там, 20 лет, 16 лет, 17 лет, 14 лет, где-то все пляшет вокруг 15. То есть, по сути, где-то убийцы, эти женщины, они где-то так бродят вокруг этого срока эпитемийного. То есть, если срок последнего убийства ребенка в вашем чреве достигает 15 лет примерно, то есть, ваша эпитемия уже пройдена. Если вы в этом каялись однажды, и вас допустил священник до причастия, вам не нужно повторять это на каждой исповедь. Зачем? Вы просто себе напишите на лбу невидимыми симпатическими чернилами. То есть, я убийца. Например, захочется осуждать кого-то, например. А вот эта вот, например, там, она там загуляла вот с тем-то вот. И вы там, ах, неужели загуляла? Ах, зараза, потом раз, стоп. Я убийца. Мне ли кого-то осуждать? Стоп. То есть, напишите себе черным по белому на башке своей, я убийца. И пусть это слово вам заткнет рот на осуждение, на празднословие, на сплетни, на суету. Каждый раз об этом говорить на исповеди, это абсурдно. Это абсурдно. Если прошло уже много лет с ваших абортов последних, все, вы можете, вас уже допустил какой-то священник при части, уже прищищайтесь. Все, уже вроде бы вы к чаше приходите, вам не нужно каждый раз об этом говорить. Но вы себе забейте вообще, забейте этот шифр такой, набейте себе внутрь, на сердце такое, значит, прям так накалите, накерните, значит, такое. Я убийца. И живите этим до смерти, потому что вы убийца. Говорить об этом всем каждый день, каждый раз под эпитрахилию, в надежде, что легче станет. Не станет легче. Вы убийца. И все. Молчите об этом с людьми, но знайте об этом перед собой и Богом, что вы убийца. Раз вас допускают до причастия, причащайтесь. Но от того, что вы будете каждый раз говорить, ах, я делала аборт, ах, я делала аборт, это крокодиловые слезы. Кому нужны ваши крокодиловые слезы? Надо было не делать абортов, а теперь всем рассказывать буду, что вы будете, ах, я делала, ах, я делала. И будешь эту очередь выстаивать на исповедь, чтобы опять в 118 раз сказать, ах, я делала аборт, зачем это нужно? Кому это нужно? Объясните мне, пожалуйста. Покаялась? Покаялась. Душа болит? Болит. Пусть до смерти болит. Пусть будете умирать, пусть тоже болит душа в день смерти, что убийца. Бог простил, простил, а я себя не прощаю сам. Простил Бог, а я себя не прощаю. И все. В чем тут вопросов-то особых? Вопросов-то особых-то и нет. Покаяние это ведь не заключается в том, что постоянно говорить про себя одно и то же. Ах, я курю, ах, я матом выражаюсь, ах, я то, ах, я этом. Это не покаяние, это просто перечисление своих грехов. Вы себе знаете про себя, кто вы, и так и живите с мыслью о том, кто вы. А раз вас пускают причащаться, то причащайтесь и не выдумывайте. Так мне кажется. Нужно знать про себя, кто ты. Если ты вор, так и скажи себе, я вор, не мне воров осуждать. Что я там буду рот раскрывать на каких-то воров где-то там во власти. Да я сам вор. Я он пять лет на точке пива разливал и все время с водой его смешивал. Вор или не вор? Вор. А я работал на станции масфар-сортировочной. Из каждого вагона пару мешков тащил. Вор или не вор? Вор. Я вор. Я вор. Я молчу. Я никого не осуждаю. А я убийца. А я блудник. А я гадалком ходил. А я развратник там. А я на отца руку поднял. Кого мне осуждают? Я должен знать свои грехи. И все. Христианство вообще-то сердитое религия вообще такая. Простая и сердитое. Без соплей. Бабы сопли свои нанесли в церковь, потому что мужики куда-то перестали молиться Богу. Мужики. Нет мужиков. Где они? Эти бестолочи ленивые. Нету их. А бабы заполнили церковь бабы одни. И соплей нанесли туда своих. И вот ходят и сопли вытирают свой об священника. Все привыкли к этим соплям. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сколько можно-то все оякать? Все. Покаялась. Плачь всю жизнь. Больше ничего не говори. Такое мое мнение. Субтитры создавал DimaTorzok